Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что само по себе наличие сомнений уже говорит и свидетельствует о том, что вам не чувствуется каких-то серьезных чувств к мужчине, да, потому что вы сомневаетесь, вы не уверены, плюс дискомфорт, неудовлетворенность, определенные ограничения, вот, всё это как бы вам и чувствуется, вы человека не принимаете до конца, вот, то есть сомнений вообще говорит о том, что всё-таки чувств у вас к нему нет, вот. Но почему-то вы позволили себя ограничить, почему-то вы, условно говоря, терпите то, что происходит в ваших отношениях с ним. Почему-то вы переживаете, почему-то вы переживаете снова и снова это состояние, когда вы как-будто должны ему что-то, как-будто вы обязаны ему что-то, как-будто вы чувствуете свою вину перед ним. И очень бы хотелось знать, как вами видится будущее, потому что мужчина менять не собирается, ревность, если с ней не работает, только усиливается, как правило, и если с ней не работает, если ей адекватно не, ну, если на неё адекватно не реагировать, то она, как правило, усиливается, вот. И, соответственно, перспективы, перспективы вашего союза с мужчиной, мне видится крайне неудовлетворительными для вас. Вот. Вот, собственно, и всё. То есть здесь дело не в том, вам-то нужно просто признаться себе в том, что вы чувствуете, просто признаться себе в том, чего вы хотите, и всё. Вопрос в том, что вы не можете этого сделать, вы не можете признаться себе, у вас не получается это сделать. И вопрос, который нужно себе задать, это почему не получается, всё проблема, понимаете, ну вот вы пишите, допустим, что я там общался с одним парнем, мой будущий парень надавил, это было грубо-некрасиво, отлично, это было грубо-некрасиво, но вы приняли, Мужчина запретил вам общаться с другими мужчинами, вы тоже приняли, Мужчина доставляет вам неприятные ощущения в сексе, вы тоже приняли, Мужчина отреагировал достаточно резко, негативно, а я обвинил вас в предательстве из-за того, что вы начали общаться с бывшим парнем, вы тоже приняли, Мужчина сейчас говорит вам о том, что не знает, сможет ли он вас простить, вот это предательство, что является манипуляцией, и вы тоже приняли, То есть весь вопрос заключается в том, что стоит в основе вот этого вот принятия, в основе выбора вашей позиции, Вы говорите, ну да, он романтик, он вас любит, вы это видите, но любовь ли это, если человек ревнует? Нет ли вас смущает, что помимо любви здесь есть еще и чувство собственничества, помимо любви здесь есть еще и какого-то вот нежелания вас отпускать, Помимо любви здесь есть еще и такой чрезмерный, скажем, чрезмерная опора на вас. То есть именно чрезмерная в том плане, что вот то, как человек на вас опирается, вам не нравится, вам тяжело. Не в этом ли сложность, не в этом ли проблема, не в этом ли трудность для вас? Вот на что обратить вам нужно свое внимание, на мой взгляд. Понимаете? И вот тогда уже можно будет о чем-то говорить, тогда уже можно будет что-то делать, тогда уже можно будет что-то предпринимать. Понимаете? Тогда вы уже, и когда вы это берете в себе, вы уже сможете ответить на вопрос, так, а что же я чувствую? Ну, совершенно очевидно, что то, что вы чувствуете, это не любовь, потому что нет принятия, нет заинтересованности в человеке. Скорее, это какая-то вот обязанность, какой-то долг. Это вот так ощущается, по крайней мере. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.